Друзья, всем привет! Меня зовут Стойка Ольга Александровна. Я врач-кардиолог, кандидат медицинских наук. Вот уже более 10 лет занимаюсь диагностикой и лечением сердечно-судистых заболеваний. Я являюсь автором книги, а также автором курса по нормализации давления. И сегодня у меня в гостях медицинский психолог Екатерина Викторовна Краснова. Сегодня я хочу Екатерине задать три важных вопроса. Чем медицинский психолог отличается от психотерапевта? То есть чем занимается медицинский психолог? Какие части всего люди, с какими проблемами люди обращаются к медицинскому психологу? И третий вопрос. Работает ли, с какими состояниями медицинский психолог может работать онлайн? А с какими состояниями, конечно же, необходим очный прием? Ну, я надеюсь, Екатерина поделится с нами местом, где она принимает. Здравствуйте, Екатерина! Внимательно вас слушаю. Здравствуйте! Очень приятно, что мы сегодня с вами встретились. Созвонились. Очень интересные вопросы. Спасибо. Да, на самом деле это такие актуальные и часто задаваемые вопросы. Особенно первый, да, в чем разница между врачом-психотерапевтом и медицинским психологом. С удовольствием на них отвечу. Начну с первого. Во-первых, медицинский психолог, так же как и врач-психотерапевт, может обучаться в медицинском вузе, однако мы являемся медицинскими работниками с немедицинским образованием. Это очень важно отметить, потому что врач-психотерапевт – это специалист, который назначает лечение, ведет пациента, да, и корректирует, отслеживает динамику выздоровления. Медицинский психолог такими качествами не обладает и не имеет права назначать препараты, лечить и отслеживать динамику. Единственное, что мы можем делать, это рассматривая в моменте приема пациента, да, отследить улучшение или ухудшение его эмоционального состояния, отмечать изменения в психических функциях, таких как память, внимание, речь, мышление, восприятие и передавать эти данные лечащему врачу для принятия более подходящей тактики лечения. И также медицинский психолог, работая в госучреждениях, занимается обследованием психолога, патопсихологическим обследованием для выяснения такой сопутствующей симптоматики при неврологических заболеваниях, да, при болезнях Паркинсона, при каких-либо травмах, которые задевали головной мозг. То есть здесь мы тоже даем свое заключение, обследуем пациента и передаем для дальнейшего выбора группы инвалидности, да, и для дальнейшей тактики врачам свои данные. Это единственное, что нас отличает, в принципе, от врачей, которые находятся, да, там, в клиниках или в госучреждениях. Мы же также, как и врачи, можем принимать онлайн пациентов, да, это уже отвечаем на ваш третий вопрос, где принимает медицинский психолог. Так, учитывая, что профиль наш таков, что мы принимаем пациентов и здоровых, и с подтвержденными диагнозами, мы не устанавливаем диагнозы самостоятельно, мы лишь учитываем выставленный врачом диагноз, да, при общении, при консультировании. Мы можем, и я в том числе, я также делаю, принимаю пациентов онлайн согласно протоколам когнитивно-поведенческой психотерапии, которая достаточно эффективна в этом плане, одна из наиболее изученных тактик ведения онлайн пациентов и дающая гарантированные результаты. То есть в этом плане онлайн вопросов нет. Он также эффективен, как и оффлайн встречи. Мы можем говорить о том, что принимая пациента онлайн, я буду следовать протоколу, который четко прописан, есть определенные моменты, которые мы исследуем вместе с пациентом, да, в его эмоциональном состоянии. Соответственно, с чем отправляют ко мне врачи, да, или с чем ко мне могут обратиться самостоятельно пациенты, либо клиенты. Во-первых, это состояние тревожности, это состояние подавленности, это состояние, например, ничего не хочется делать, нет желания заниматься повседневными делами. Это как раз те самые актуальные, наиболее частые запросы в моей практике и в практике, в принципе, психологов, с которыми мы работаем ежедневно. Также это может быть состояние после перенесенного заболевания. К сожалению, у нас случился ковид, да, и последствия ковида отслеживаются на многих ступенях развития, и на многих областях жизни человека они отразились. Но кроме ковида у нас есть и другие заболевания, да, есть травмы, бывают ДТП, либо какие-то события, которые в жизни человека оставляют свой след. Вот с ними также работают и психологи в том числе. То есть можно обратиться за помощью, можно обратиться за консультацией, получить данные, например, актуального состояния своего и сообщить их, например, на приеме у врача. То есть это будет наиболее так называющий вариант, когда медицинский психолог работает в связке с врачом узкой направленности, да, там врач-кардиолог, врач-гастролитеролог и так далее. То есть это будет гарантия того, что динамика и показатели, да, там при лечении будут улучшены, будет более такой настроен, более доверительный фон отношений, да, врача и пациента, и излечение, так скажем, либо переход в ремиссию будет более длительным. Спасибо, Екатерина. У меня к вам вопрос. Работает ли медицинский психолог с психосоматикой? Психосоматика – это когда врач говорит, что у тебя твой орган здоров, органически все хорошо, но есть функциональные расстройства этого органа, без разницы, это будет сердце, либо это чаще всего желудок, либо, ну, бывает, да, там головокружение у человека. И я понимаю, что, ну, не нужны кардиологические препараты совсем этому пациенту и намекаю на то, что здесь психосоматика, скорее всего, иногда назначаю какие-то успокоительные, легкие транквилизаторы, рекомендую попринимать, и обратиться к психотерапевту, либо к психологу. Ну, в общем, когда органики нет, орган здоров, да, но функциональные есть расстройства ввиду повышенного уровня тревожности, ввиду, возможно, каких-то депрессивных состояний, больше, что значит, психосоматика. То есть ИБС нет, инфаркта нет, но сердце болит. То есть мы все покрутили, повертели пациента, исключили. И, кстати, аритмия, экстрасистолия тоже бывают часто на фоне невроза какого-то. Работаете ли вы с этим? И сколько нужно сеансов в среднем человеку? Понятно, что все индивидуальные, но вот средняя температура по больнице. Ну, если мы говорим про психосоматические проявления, то это, на самом деле, сейчас такая актуальная тема. И часто, да, особенно от врачей-кардиологов, особенно от узких специалистов, приходят ко мне пациенты, обращаются за помощью, именно в том числе, учитывая, что физиологически здоровы, но эмоционально есть, конечно, небольшие вопросы к состоянию человека, и в том числе они влияют на качество его собственной жизни. То есть беспокойные мысли о собственном здоровье, беспокойные мысли о страхах, сами страхи, или даже мысли о том, что они могут бояться чего-либо, наставляют человеку дискомфорт и мешают его повседневным делам. Это, на самом деле, актуальный вопрос. Не можно приходить к медицинскому психологу, не бояться, в том числе, если врач отправляет к нему. То есть это еще один повод задуматься о том, что можно сделать для того, чтобы улучшить в моменте, да, и в будущем свою жизнь. Поэтому актуальный очень вопрос. Если мы говорим про основные трудности, которые могут возникать, да, то это, в первую очередь, это ситуативная тревожность, это фоновая тревожность, которая может развиваться у человека, вследствие каких-либо ему, казалось бы, незначительных событий, да, на которые он не обратил вначале внимания, но они спровоцировали такую череду мыслей, череду убеждений, которые ежедневно всплывают в сознании, ежедневно человек об этом думает, он об этом тревожится. Это очень энергозатратное дело на самом деле. И на фоне этого могут возникать, да, проходящие или транзиторные, так скажем, да, боли там в плече, боли в руках, боли в предплечьях, боли в спине, на которые человек может обратить внимание, а может быть это из-за болезни, например, желудка, да, или сердце, или еще что-то болит, но никак не связывая это со своим эмоциональным состоянием. Хотя я бы хотела обратить внимание на то, что если человек самостоятельно, пациент, да, самостоятельно может задать себе вопрос, что а что спровоцировало мое состояние, да, и найти на этот вопрос самостоятельный ответ, то можно сказать о том, что есть вариант, что это все-таки эмоциональное состояние, есть вариант, что это все-таки вопрос именно о состоянии тревоги, спровоцированным какими-то факторами. Вы уже на приеме у меня, да, у медицинского психолога, задавая определенного рода вопросы, я могу выяснить, либо проходя какие-то опросники, да, подбирающие, которые я подбираю по ситуации, мы уже можем выяснить, что да, это на самом деле проявление тревожности, да, это на самом деле проявление, например, депрессивного состояния, либо еще каких-либо, которые мне необходимо будет исключить при первой встрече. То есть в этом плане открытость, желание решить свою проблему, желание выяснить, да, причину своего состояния, это прям вот первые три таких столпа, которые спровоцируют как раз быстрейшее излечение и поиск проблем. Спасибо. А все-таки сколько, ну вот, например, человек в тревоге. Вот к вам, ну, давайте разберем средний, вот ко мне чаще всего с гипертонией обращаются, даже на очном приеме. А у вас чаще всего с чем обращаются? Какие жалобы у пациента? Ну, чаще всего, конечно, беспокойные мысли, которые не дают собраться. Это трудность концентрации, это отвлечение в каком-то моменте, например, если работа сопряжена с повышенным вниманием, да, беспокойство или тревога, или состояние, может быть, даже до паники доходить, отвлекает от выполнения своих обязанностей и влияет на работоспособность, да, или на личную жизнь пациента. Это первый, самый такой основной, чаще всего встречающийся запрос. Ну, могу сказать так, что, конечно, многое зависит от желания человека, как я уже говорила, да, выяснить и разобраться в причинах своего поведения или своих мыслях. Но уже на первой консультации я уже направляю вектор внимания пациента на то, что вот, посмотрите, обратите внимание вот на эти моменты, обратите внимание вот на эти моменты. И уже начиная с первого приема, с первой консультации, мы уже можем говорить о том, что нам будет достаточно, например, двух-трех встреч, либо там, да, будет работа сложная, там, пять-десять. Но это все происходит исключительно оценивая состояние человека, понимая, что, например, здесь вот нужно подключить фарматерапию, да, здесь нужно передать данные врачу, который решит уже вопрос, да, в фармакологическом каком-то сопровождении. Но в любом случае три встречи, три консультации являются такой базисной основой того, что человек поймет, что с ним происходит и что что-то не так. Ну, это очень здорово, что уже на первой встрече человек получает облегчение. Это просто замечательно. Понятно. Екатерина, я знаю, что вот онлайн, да, можно проводить когнитивно-поведенческую психотерапию, вернее, работать с этим. А с чем очно только работают психологи? В каком направлении только очно? Ну, об этом, на самом деле, мало-то говорит, да, и я думаю, правильно вы относитесь на это, обращайтесь на это внимание. Есть моменты, в которых мы все-таки не можем принимать онлайн. Это острые состояния, это состояния кризисные. Здесь даже я сразу в первые 10-15 минут общения говорю, что извините, здесь я вам помочь не смогу, но я обязательно порекомендую, к кому можно обратиться с этой проблемой. Это в первую очередь, это кризисные острые состояния. Во вторую очередь, это телесно-ориентированная терапия, некоторые практики из гештальтерапии, хотя она сейчас не так популярна, да, и многими уже разложена по полочкам, но есть работающие методы, есть работающие методики, которые предполагают личное очное участие. То есть здесь все зависит от того, в каком направлении специалист работает. Я, учитывая то, что я предпочитаю все-таки когнитивно-поведенческую психотерапию, и изучая ее, я прихожу к мнению, что онлайн абсолютно так же эффективно, как и оффлайн. Спасибо большое, Екатерина. Контакты медицинского психолога Екатерины Викторовны будут в описании к этому видео. Пожалуйста, обращайтесь, если вы почувствуете, что это действительно ваш специалист, ваш эксперт, обычно обращаются за услугами именно к тому человеку, который нравится, да, по душе, как говорится. Если вы почувствуете, что это все... Я всегда рекомендую слушать свою интуицию. Вот если вы тянетесь к Екатерине, вот я ее недавно про нее узнала, нашла, связалась самостоятельно, попросила выйти со мной на встречу, потому что я знаю о потрясающих результатах от пациентов, которых вела Екатерина. Поэтому я говорю, Екатерина, у меня каждый второй в тревожном состоянии, давайте с вами запишем, пожалуйста, видео. Вот, Екатерина, я вас благодарю за то, что вы согласились со мной записать видео, чтобы как можно больше людей быстрее стали здоровы, избавились от тревожных мыслей, от панических атак, от различных фобий и жили счастливо и долго от скачков того же артериального давления, потому что немаловажные эмоции сильно влияют на наше с вами давление и различные стрессовые ситуации. Екатерина научит, как проживать стрессовые ситуации, на как научиться жить с ними, работать с ними. Понятно, что никто не убережен от стрессов, но и все же вместе с тем можно стать более стрессоустойчивым благодаря определенным методикам. Эти методики мы изучаем у меня на курсе по нормализации давления, тоже есть эти методики, но и в том числе в индивидуальной работе с клиническим психологом. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите их под видео, я отвечу на эти вопросы, записаться ко мне на консультацию также можно по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Всем большое спасибо, пока-пока.